Два года Уилтвики изменили Флойда в лучшую сторону. Он всегда плохо учился, но теперь, по крайней мере, мог существовать с окружающим миром. Вернувшись в Нью-Йорк, Флойд поступил в муниципальную школу номер 614. Одну из шестисотых – школа для трудных детей. А позже, в течение года, посещал среднюю профессионально-техническую школу имени Александра Гамильнтона. К тому времени, когда Паттерсон вернулся в город, двое из его братьев тренировались в спортзале Граммерси на Восточной 14-й улице. Владельцем зала был Каз Деомато, ночевавший в задней комнате. Его единственным другом была собака. Деомато слыл в мире бокса аскетом. Он зарабатывал на жизнь боксом, но презирал деньги, раздавал их. Деньги, говорил он, нужны для того, чтобы разбрасывать их из последнего вагона поезда. Когда Паттерсон завоевал титул чемпиона, Деомато потратил большую часть своей доли денежного приза, свыше 30 тысяч долларов, чтобы заказать усыпанный драгоценными камнями чемпионский пояс в качестве подарка своему боксеру. Каз был ненормальным во всем, что касалось бокса, говорил Хосе Торрес. Деомато был хорошо информированным параноиком. Им управлял страх. Особенно он боялся мафии, которая в то время заправляла боксом, и спал с пистолетом под кроватью. Он никогда не ездил на метро, опасаясь, что его столкнут на рельсе. Он боялся снайперов. Он боялся незнакомой пищи и напитков. Он говорил, что не женился из-за страха быть обманутым врагами. Мне нужно сбить с толку врага, сказал он однажды. Сбив с толку врага, я смогу работать со своим боксерами. Ребенком Деомато, выросший в Бронксе, по несколько дней морил себя голодом, чтобы воспитать выносливость на случай, если кто-нибудь попытается лишить его пищи. Он был, вероятно, самым молодым фаталистом в своем районе. Он имел обыкновение наблюдать за похоронными процессиями, проходившими мимо его дома, и говорил, что чем скорее смерть, тем лучше. Деомато был уличным мальчишкой и задирой. Однажды другой мальчишка ударил его по голове палкой, и он ослеп на левый глаз. Однако Деомато верил в регенерацию глазных тканей и в течение всей жизни предпринимал попытки излечить себя, закрывая здоровый глаз, чтобы заставлять левый глаз снова видеть. Став тренером, Деомато сказал своим боксерам, что безопасность, финансовая и любая другая, будет для них смертью. Безопасность притупляет чувства, а удовольствие, удовольствие еще хуже. Чем больше удовольствия получаете от жизни, говорил Деомато, тем больше вы будете бояться смерти. По сравнению с большинством тренеров и менеджеров, которые пунктуально записывали, что боксер съел на завтрак, сколько километров пробежал и тому подобное, Деомато с его пропавшей потом философии и странными привычками был отличным материалом для журналистов, приходящих в зал Граммерси, рассчитывающих написать хорошую статью. Деомато читал книги по военной истории и произведения Ницше, из которых и подчеркнул философию боли и выносливости. Вскоре после успеха книги «Ногие и мертвые» его зал стал посещать Норман Мейлер. И молодые журналисты – Гейт Талези, Пит Хэммин, Джек Ньюфилд – заходили так же, когда не собирались писать статьи. Деомато был для них моралистом в авионе, единственным известным тренером, бросившим вызов гангстерам, которые контролировали почти всех боксеров и спортсменов арены в стране. Они писали о нем, иногда идеализировали его, по-настоящему честного тренера в мрачном, как фильм, нуар «Мире бокса 50-х». Деомато, как писал однажды Мейлер, был похож на вдохновенного святого, творящего чудеса, не тратя время на размышления. Он напоминал мне тех жестких итальянских парней, которых можно было встретить в Бруклине. Это были хорошие ребята, как правило, не злые и храбрые. По крайней мере, если судить по их поступкам, они никого не боялись. Продолжение следует...